До Натуана осталось совсем ничего, и мы всё больше и больше узнаём об этом новом регионе. А сегодня мы продолжим эту тенденцию и поговорим о трёх из шести племенах Натуана. Мы узнаем о каждом племени, и это будет очень интересно. Так что если все готовы, давайте начинать. А начинаем мы сегодня с потомков Крон, или настоящих экстремалов Натуана. Эти ребята живут под девизом «Свобода превыше всего». Просто представьте, они прыгают с утёсов без страховки, полагаясь только на своих верных друзей. Юмкозавров. Эти удивительные создания не только ловят своих человеческих приятелей на лету, но и умеют выплёвывать что-то под названием «Пламегранатовый пектин». Но и это ещё не всё. Юмкозавры могут парить в воздухе, перемещаться, цепляясь языком за предметы, и даже использовать свой пектин для метания лёгких объектов. Иначе говоря, настоящие летающие акробаты. А проводником по этому племени будет Кинич. Кинич – настоящая легенда среди охотников на заврианов. Он настолько крут, что однажды упал с утёсов вниз головой и оделся лишь царапинами. Кинич состоит в организации «Пламя поворота». И может показаться холодным и отстранённым, но его ум мастёр как бритва, а в бою он быстрый как молния. Кстати, его имя связано с Богом Солнца Майя. Видимо, отсюда его огненный характер. А его созвездие называется «В честь ярких мексиканских игрушек». Кухула Хавкемблоней был, называет Кинича своим верным слугой. Похоже, у Кинича есть свои тайны. А чтобы точно не пропустить новых персонажей Натлана, на сайте Genshin Drop можно купить кристаллы и луну дешевле, чем в игре. Это полностью безопасно, ведь нужен только ваш UID. Моментальные выводы, конкурсы, раздачи и ивенты – всё это тебя ждёт на Genshin Drop. Также на сайте появились полностью бесплатные коробки, для открытия которых достаточно участвовать в активности сайта и отмечаться каждый день. А по промокоду на экране вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Паймин. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. А далее мы направляемся к народу родников. Если вы мечтали об идеальном отпуске, то вам определённо именно сюда. Горячие источники, серфинг, пляжные вечеринки – здесь найдётся всё для любителей водных развлечений. А местные жители, кажется, открыли секрет вечного праздника. Они живут в гармонии с природой, следуя её ритмам. Их спутники – кахлозавры, настоящие водные асы. Эти ребята не только обожают горячие источники, но и могут плавать в загадочном жидком флагистоне. Добавок ко всему этому, они умеют использовать духовные пути. А ярким представителем этого племени является очаровательная Муалани, известная как проводник Мецли. Эта девушка – настоящая энциклопедия Натлана на двух ногах. Она не только владеет магазином водного снаряжения «Досуши и Глобрюх», но и знает все секретные местечки для лучшего отдыха. Муалани с радостью подберёт вам снаряжение, которое принесёт удачу, и организует захватывающую экспедицию. Она даже проводит туры по вулканам Натлана. Правда говоря, она частенько советуется с местной гадалкой Ситуалии перед важными поездками. Кто знает, может быть в этом и кроется секрет её успеха. Интересно, что имя Муалани имеет гавайские корни и связано с древней принцессой. Похоже, наш гид имеет королевское происхождение. И, наконец, мы добрались до детей Эха. Если вы любите блеск драгоценных камней, то вам точно понравится здесь. Эти ребята – настоящие мастера по работе с камнем, а их шахты полны сокровищ. Их верные спутники чувствуют себя под землёй, как рыба в воде. Эти дружелюбные создания могут свободно передвигаться под землёй и даже чувствовать, что там находится. Но будьте осторожны, лучше их не злить, иначе их дружелюбие может быстро испариться. Нашим проводником под землем детей Эха станет юная Качина. Не дайте её юному возрасту обмануть вас. Эта девочка – твёрджи камни, который так любит её народ. Недаром её прозвали Утхабити, что значит стойкая. Качина редко плачет и быстро оправляется от неудач. Настоящий пример для подражания. Вы сможете встретить её в местной студии звукозаписи, где она проводит время с другими детьми. Кстати, имя Качина связано с духами в верованиях народов Пуэбло. Похоже, наш юный гид имеет глубокую связь с древними традициями. Вот такие удивительные племена нас ждут в Натване. Каждая из них уникальна, каждый гид – личность, захватывающая историей. Обязательно напишите в комментариях, какое племя вам понравилось больше всего. Ну и по классике, не забывайте подписываться, не скипать интелоги в игре. И всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok